Всем привет и добро пожаловать на новое занятие по курсу английский с нуля. В этом уроке мы с вами продолжим изучать лексику. Если помните, прошлый текст у нас с вами назывался «Bet is Smith». Мы там кое-что с вами уже разобрали. В этом уроке мы остановимся на этих словах, на этих выражениях чуть подробнее и, естественно, добавим что-то новое, дополнительное. Добро пожаловать на английский с MaxHard. Так вот, что нам с вами сегодня предстоит узнать и разобрать? Давайте начнем с самого начала, вот отсюда. Ну, то есть, I am 22. Давайте с вами еще раз вспомним, как сказать, сколько вам лет. Для этого по-английски нам надо с вами знать, четко понимать, как использовать глагол to be. Am is are. Ну, то есть, в настоящем времени. И поэтому, если вы хотите сказать, сколько вам лет, вы просто говорите I, то есть, я. Дальше ставите M, то есть, я есть. И дальше то, сколько вам, собственно, лет. I am 20. I am 30. Sorry, 29. I am 30. И так далее, и так далее. Любой возраст, который соответствует вашему. Если вы хотите сказать про кого-нибудь, не про себя, вы можете сказать там he is 15, she is, I don't know, 60, 75, и так далее, и так далее. Я думаю, что здесь, в принципе, все понятно. Достаточно просто такие конструкции делаются. Посмотрим с вами еще раз на этот пример. I am 22. Мне 22 года. Чтобы по-английски спросить, сколько вам лет, или сколько тебе лет, следует выполнить нехитрую процедуру. Сказать, как много, how old, или дословно, насколько старый, как стар. Как старый есть ты дословно. How old are you? Сколько лет тебе? Если хотите спросить, сколько лет ей, вы спросите, соответственно, how old is she? Ну, то есть, are поменяется на is. Если вдруг хотите спросить самого себя, или саму себя, это будет, соответственно, так. How old am I? Странный вопрос, но, в принципе, почему бы и нет. How old am I? И так далее, и так далее. И в ответ нам поступает I am 19 years old. Можно добавить years old. То есть, ну, мне 19, или как по-русски мы скажем, мне 19 лет. Years old дословно переводится как лет. Дальше. College graduate. To graduate. Уже, по-моему, я это говорил. Переводится на русский как заканчивать какое-либо высшеучебное заведение. To graduate from college. To graduate from university, например. To graduate from. Давайте я запишу. To graduate from. Right. Если вы это используете в качестве осуществительного, то получается, что вы говорите о выпускнике, как в нашем примере. I am a college graduate. Я выпускник или выпускница колледжа. Ну, или другими словами можно на русский перевести примерно как у меня высшее образование. Ну, раз вы выпускник университета, соответственно, у вас, по идее, высшее образование. Just a beginner. Мы с вами разбирали отдельно слово just, что означает просто. Beginner от глагола to begin. Начинать. Добавляем окончание er. Ну, или попросту по-русски er. И получается, что beginner существительное новичок. Тот, кто что-то начинает только делать. Поэтому just a beginner получается я просто новенький в этом деле. Я просто новичок. Former. Former можно перевести и нужно перевести как бывший. A former. Ну, давайте пару примеров придумаем с вами, кто может быть бывшим. A former military. Military man. Бывший военный. A former engineer. Например, бывший инженер. В общем, в принципе, все что угодно можно поставить в плане того, что этот человек раньше кем-то был. A former. All right. Schoolmate. Тоже мы с вами про это говорили. Schoolmate. Соученик. Школьный товарищ. Одноклассник, я бы сказал. Если он с вами в одном классе учится. Если в одной школе, то просто, да, действительно, это школьный товарищ. Школьный приятель. Слово mate можно добавлять в разных случаях. Там у нас с вами еще был roommate. Тот, кто с вами живет в одной комнате. И некоторые разные комбинации можно самостоятельно придумать. Обратите внимание, что про студентов. Ну, если вы со-студент. То есть, ваш однокурсник или в одном университете учитесь или учились, можно сказать так. A fellow, student. A fellow, student. A fellow, student. Вообще, слово fellow можно перевести как приятель. Также, кстати говоря, как слово mate, просто можно тоже перевести как приятель. Дружище. Hello, mate. Hi, mate. Неоднократно меня доводилось встречать это именно в таком контексте. Companion. Companion. Еще одно слово, означающее приятель или товарищ. Companion. Companion. Girlfriend. Также говорили. Girlfriend может быть как в плане это ваша девушка. А также может быть просто приятельница женского. Приятельница. Окей? И boyfriend. Ровно так же это дело работает. На мой взгляд, чаще встречается просто friend. Если вы не состоите в романтических отношениях, то это будет просто friend. Boyfriend имеет несколько иную коннотацию. Окей? Jolly. Jolly. Веселый. Здесь, в общем-то, больше говорить нечего. Jolly. Это веселый, славный. Well-bred. Хорошо воспитанный. A well-bred. A well-bred pupil, например. People. Хорошо воспитанный ученик. A well-bred. Girl. Boy. Хорошо воспитанный девочка. Мальчик и так далее. И так далее. Хорошо воспитанный. Elder. Elder. Сравнительная степень от прилагательного старый. Old. Когда говорим о братьях, сестрах, как правило. Ну, то есть, о членах семьи. Старший. Elder. Это сравнительная степень тоже от old. Но уже когда мы сравниваем непосредственно по возрасту. Кто старше. И пример здесь нам автор предлагает примерно тот же самый, что я вам предлагал чуть ранее. My elder sister is twenty-eight. Моей старшей сестре двадцать восемь. She is two years older than I. А она на два года старше, чем я. Соответственно, I am two years younger than my sister. Давайте добавим с вами еще одно слово. Антоним к old. Old старый. Молодой будет young. Young. Когда говорим про людей. Если говорим про вещи, говорим new. Новые вещи. А old можно ко всему. Отнести и к вещам, и к людям. Old books. Old people. Young. Young women. Young men. Молодой человек. Молодая женщина, девушка. But we should say. Нам нужно сказать, например, новый холодильник. New refrigerator. Я думаю, что понятно. Идем дальше. Housewife. Housewife. Домашняя жена. Я ее так уже называл. Это домашняя хозяйка по-английски. Домохозяйка, попросту говоря. Housewife. Раз уж есть... А, нет, это будет чуть позже. Давайте сейчас не будем. Naughty. Naughty непослушный. Обращаю ваше внимание на то, как читается это симпатичное слово. Naughty. Вот это сочетание букв. Вот это вот все. A-U-G-H. По сути дела, читается все это как О. А дальше остается Т добавить. Naughty. Таких слов в английском языке большое количество, поэтому привыкайте к таким своеобразным буквосочетаниям. To be fond of. To be fond of. Любить что-то делать. To be fond of. Ну, например, там я люблю читать. I'm fond of reading. Он любит смотреть теннис. He is fond of watching tennis. Причем после вот этого of следует поставить либо какое-то дополнение, в смысле существительное, что он любит. Я люблю книги. I'm fond of books. Или же, если вы хотите сказать, что вы любите что-то делать, то в этом случае придется поставить глагол с инговым окончанием. I'm fond of swimming, например. Да, я люблю плавать. I'm fond of swimming. Таким вот образом. To be fond of. Примерно то же самое, что to like. Любить, нравиться. Глагол like, надеюсь, все знаете. И не забывайте ставить, кстати говоря, like под этим видео, если урок вам кажется полезным и интересным. To be eager. Следующий пункт. To be eager. Очень хотеть что-то делать. Страстно желать что-то сделать. I'm eager to... Мой пример был, я страстно желаю выучить немецкий. I'm eager to learn to speak German. Or I'm eager to learn the German language. To be against. Быть категорически против чего-то. He is against wars. Например, он против войны. Он против войн. И последнее слово здесь это peace. Покой. В том плане, что это антоним к слову war. Мир, покой, war, война. И да, здесь нам еще предлагают вот такое слово peace, чтобы вы просто не путались. Звучат они одинаково. Значит, смотрите, peace этого... Это мир. Окей, мир. А вот такой вот peace, который будет встречаться вам куда чаще, нежели слово мир, это означает какая-то небольшая часть. Часть. Или можно даже сказать кусок действительно. Как вот... Как в учебнике написано кусок. Peace. Например, может быть... A piece of... A piece of paper. Кусок бумаги. A piece of wood. Какая-то там дощечка, деревяшечка. A piece of wood. Кусок древесины, дерева. И так далее. A piece еще нам встретится неоднократно. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»